Всем уважаемым, здрасте! Есть тут один режим для любителей рисовать, который отлично переводится с английского языка, но и который напоминает уже стандартное скоростное рисование, только тут нет определенной темы. А точнее, здесь нужно нарисовать ответ на вопрос. Ну и основной прикол, у всех ответы могут быть разные, и вы сейчас все сами увидите. Но правда не совсем сейчас, потому что декий гениальный тип, который я, не нарисовал ничего на первую тему. А все потому, что я обалдела с количеством времени, которое мне дали, но потом, как оказалось, там дают постоянно разное количество времени в зависимости от темы. Тема в сегодняшнем видео мы будем делать, а что будем делать? А будем рисовать, потому что я ни слова в слово перевела тему. Но подумала, что очень кстати, потому что я как раз снимаю видео про рисование. Правда, сейчас этот рисунок еще пару раз перерисуется, но, к счастью, у меня было аж 5 минут, поэтому... Кстати, да, вот этот шедевр таймер я добавила уже на монтаже, потому что, опять-таки, я слишком гениальный, чтобы проверить камеру перед тем, как начать записывать. Да, таймера просто не было видно. Поэтому, надеюсь, ничего страшного, дальше некоторые рисунки будут с таймером уже основным. Ну и все, теперь время проголосовать. Ну, возможно, тут человек делает магию в видео, поэтому хай будет. Вот пицца, все сразу понятно, все шикарно. Обалденно. У всех еда. Еще пицца, какая-то прям праздничная, что ли. Ну, это же я. Ну, кстати, очень мило, что можно ставить вот такие реакции. И ничего себе печенье. Тут без вариантов, обалденно. И что-то на турецком. Ну, хай будет. Ну, и здесь у меня получилось победить. Ничего так. Следующая тема. Я видел что-то, одетое в ковбойскую шляпу. Я подумала, что это что-то будет привидением. И на все про все у меня было аж 3 минуты. Ну, как раз неплохо. За 3 минуты рисовать я уже профессионал. Ну, почему привидение? Ну, просто потому что. Да, можно было бы нарисовать пиявку, конечно. Но всяких человеков я за сегодня нарисовалась. Ну, чуть позже будет. Потому что это только второй раунд на видео. Нет, так-то третий, конечно. Но я думаю, первого бы считать не будем. Да, правда? Вернусь по пабыринькому к привидению. Он будет с усами. Ну, а теперь переходим наконец-то к шляпе. В принципе, самое основное, что надо было сделать. Хотя потом я подумала, что ковбойскую шляпу и не то, чтобы обязательно было рисовать. Потому что надо было просто нарисовать то, что формально было бы одето в ковбойскую шляпу. Ну, неважно, не надо было куда-то потратить время. Да и, ну, согласитесь, так эффектнее выглядит, да? Призрак под одеяльником в ковбойской шляпе. Ну, не каждый день такое увидишь. Тучий коландец! Это тот самый призрак матраса? Тихо, его понизили в должности, теперь он призрак подушки! Ха-ха! Надеюсь, ничего страшного, что у меня таймер закончился раньше, чем на видео. Но, знаете, у меня просто не получилось подохнать его по скорости. Так, ну ничего, такая свинка. Это свинка, да? Но вот это мне понравилось больше. Но все-таки, да, им не хватает ковбойской шляпы. Ну, этого типа я уже видела, да? Корова. Отлично, прикольно. Вот оно! Птица в ковбойской шляпе. Это лучшее, что я могла увидеть. Но я не увидела ее здесь. Печально. Следующая тема легенды, говорят, это живет в лесу. Что такого может жить в лесу? Например, какой-то маленький тролли-гремлин. Я не знаю, назовите как-нибудь это существо. Может, это тот самый леший, только маленький. Ну, ладно, неважно. На него у меня осталось чуть меньше двух минут, потому что я немного проспала время, когда думала, что рисовать. Тогда таймер видно на видео. Ура! Все, идем голосовать. И поначалу у нас тут желтый квадрат. Ну, я не уверена, что такое может жить в лесу, чтобы это не было. Но вот пицца почему бы не жила в лесу? Она, кстати, очень прикольно нарисована. Да-да, опять тип с магией. Мой товарищ. Давайте дружненько придумываем ему расу и имя. Ну, вот такое зеленое нечто вполне может жить в лесу. Вот он, гном. Я ждала его. Ну, а тут мы победили. Ура! Ну, следующая тема. Кто-то сильнейший супергерой. Кто сильнейший супергерой? Ну, почему бы не Мидория, да? Товарищ из моей геройской академии, который первый пришел мне на ум, которого я плюс-минус помнила, как рисовать. Правда, на моменте прически поняла, что не помню я его, как рисовать. И уже успела пожалеть, что я выбрала его, но потом решила все-таки добить. Ну, а как будто у меня был выбор уже. Ну, можете так же написать, похож или нет. На времени было на этот раз 5 минут, и я все успела сделать. Но мне еще осталось достаточно времени, чтобы сделать ему какой-нибудь импровизированный костюм. На оставшееся время я уже просто не знала, куда потратить. В ход пошли звездочки. Все, топаем на голосование. Ну, я тут первое. Ну, а вот и товарищ магия, ну да. Это было очень мило, спасибо, я даже отправила смайлик. Но поставить ничего не могу, потому что не по теме, сорян. А тут я подумала, что это Халк, но даже если не Халк, не важно, просто прикольный рисунок. И снова гном. На этот раз он более эффектный, как по мне. Ну, ну вот и дальше уже прям Халк полноценный. Вот сейчас окажется, что это идиот, и что я потом буду делать. Но сильнее Халка может быть только вот этот цыпленок. Ну, ладно. Но победил, уважаемый, гном. Та-дам. Ну, дальше тема, я победил дракона своим... Своим что? Магией! Пока я уверена, что все будут рисовать какие-то мечи и так далее, у меня будет магия. Ну, и, конечно же, человечек, которого я еле нарисовала. А потому что заморочиться хотелось, но в итоге получилась какая-то... Ну, рука собак за все говорит, да. Не, в целом будет магия, и все будет выглядеть хорошо. Да, досмотрите сначала. Да, на это добро выделили тоже аж целых 5 минут. И у меня снова тут свой таймер, потому что стандартная схема, все как в начале. Ну, а теперь идем на голосование. Тут я подумала, что дракона победили с помощью живого растения, которое кусается. Вероятно, кусается. Тут обалденный клинок. Выглядит убийственно, как и надо. Тоже максимально обалденный ножик от моего, кстати, товарища. Некая утопя прекрасная дама. Немного моего шедевра. Какой-то недорисованный призрачный змей. Хотя да, он, возможно, просто призрачный змей. Голубой меч выглядит вынушающе. Но победить получилось. Неплохо, неплохо. Следующая тема. Рыцари храбро сражались. Ну, понятно, что на мечах. Но у меня будет один. Допустим, кого-то обделили. Да, обделили меня во времени. Потому что тут всего минута давалась. Ну, все просто вот такой меч. Ничего, сверху идем волосовать. Но вот тут меч прям в камне. Это прикольно. А перед сражением его надо вытащить. Вот кто вытащит, автоматично победит, я считаю. Ну, следующий товарищ решил, что его рисунок не обязательно показывать. Ну, и такие бывают. Просто, чтобы не было вопросов, а где такие рисунки? Они есть, а просто их не вставляю. Я, кстати, только на монтаже увидела, что это какой-то тип с пальцем вверх. Ну, а дальше просто я не пони. Почему бы не поставить звезду, да? Но здесь, возможно, не сражались на медведях. Ну, или, может, это не медведь, конечно. Победить в этот раз получилось. Тут я хотела сказать, переходим к следующему рисунку, но это было последнее, что я засняла. Поэтому сообщите обязательно, если вам понравилось это видео, чтобы я засняла еще подобное. Ну, и благодарю всех за просмотр. Увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok